Бронированные машины Мы уже познакомились с некоторыми из них, а сегодня посмотрим на Объект 704. Объект 704 создавался на основе модифицированной ходовой части ИС-3. По характеристикам он должен был превзойти ИСУ-152, и особое внимание было уделено бронированию. По сравнению со своим предшественником, Объект 704 немного ниже и шире, с большим углом наклона лобовой брони толщиной около 120 мм. Как обычно, сначала мы взглянем на внешние особенности этой машины, а потом заберёмся внутрь и всё там рассмотрим. Наружный осмотр не займёт много времени, так как экстерьер Объект 704 выполнен в довольно простом стиле. В передней части слева находится фара. Чуть выше и правее — габаритный огонь. Он использовался при тактических манёврах. А круглая чёрная штука ниже и левее — это клаксон. На маске орудия находится большое отверстие для лучшего обзора установленной оптики. Это можно считать уязвимым местом, но отверстие не такое большое по сравнению с размером всей ПТ-САУ. Передняя часть корпуса очень гладкая, и конструкторы установили поручень, чтобы было удобно забираться. Ходовая часть — практически копия ходовой ИС-3. С каждой стороны по шесть пар опорных катков, по три поддерживающих ролика, подвеска торсионная. Траки гусениц широкие, на каждом один направляющий гребень. Это улучшает проходимость по слабым грунтам, которых в данном регионе довольно много. Опорные катки оборудованы торсионной подвеской. Они немного сдвинуты, что типично для торсионных подвесок. Катки справа выдвинуты вперёд дальше, чем катки слева. Это можно увидеть, если смотреть насквозь ходовой. Натяжное колесо и обычная шестигранная гайка для регулировки натяжения гусениц. Берёте самый большой гаечный ключ и вращаете гайку, чтобы сдвинуть натяжное колесо вперёд или назад, соответственно, усиливая или ослабляя натяжение гусеницы. Траки гусениц с одним направляющим гребнем. На этой ПТ-САУ я насчитал около четырёх различных видов траков. Одни короткие, другие длинные. В некоторых есть отверстия, в которые можно установить дополнительные грунтозацепы. Есть траки сварные, а есть литые. Выглядит довольно нелепо, однако оправданием является то, что это прототип, и для него использовалось всё, что попадалось под руку. Сзади, между корпусом и траками гусениц, достаточно места для удлинённых грунтозацепов. Так здесь всё хорошо. Пальцы траков закреплены обычной шайбой и зажимом. Очень простая конструкция, но работает. И пока я здесь снизу, отмечу, что надгусечная полка — это просто тонкий лист металла. Как и на ИС-3, бронелисты расположены под большим углом к борту и соединены с нижней вертикальной частью корпуса. Ведущее колесо самое обычное. Здесь есть скребок, который очищает колесо от грязи. Как вы видите, это ПТ-САУ не намного выше меня. На борту написано 704. Очень помогает, если вы вдруг не осознаёте, что в самом деле смотрите на единственный экземпляр объекта 704. Внешние топливные баки, как обычно, не соединены с топливной системой. Горючий из них закачивается в топливный отсек внутри корпуса. Также они легко отделяются, чтобы не передвигаться с ними во время боя. Чуть позади выхлопная труба. Такая же установлена с другой стороны корпуса. А теперь давайте более подробно рассмотрим заднюю часть корпуса. Никаких особенных сюрпризов здесь нет. По углам расположены габаритные огни. Здесь два люка доступа к трансмиссионному отсеку. Чтобы их открыть, нужно выкрутить все болты, а потом сдвинуть люки вниз. Не очень удобно. Мы не сможем сделать это прямо сейчас. Снизу два боксировочных крюка, а также крепление для запасных гусеничных траков. С корпусом закончили, теперь заберёмся наверх и посмотрим на моторное отделение и крышу. Это оказалось довольно просто. Честно говоря, в моторном отсеке нет ничего интересного. Здесь есть две крышки топливных баков по одной с каждой стороны. Здесь отверстие для заливки масла, а в центре — для охлаждающей жидкости. Кроме того, все люки крепко привинчены и очень тяжёлые. Интересно, как вообще обслуживать эту ПТ-САУ, если не отвозить её в ангар или, по крайней мере, не использовать подъёмный кран? Единственное, что здесь можно приподнять, — это люк моторного отсека по центру. И поверьте, он совсем нелёгкий. Движемся дальше. Здесь находится знаменитый пулемёт ДШК калибра 12,7 мм, за который отвечал заряжающий. Уравновешивающий механизм позволяет легко им управлять. Его можно поднимать, практически не прилагая усилий. Для прицеливания есть обычная мушка, а также оптический прицел. Он расположен на туреле и перемещается синхронно с пулемётной установкой. Сама турель установлена на шарниры, так что она может сдвигаться на крыше люка заряжающего, когда он открыт. А пулемёт можно вращать по оси. И все три оси дают заряжающему отличный сектор обстрела. Это крыша рубки. Как видите, конструкторы оказались очень добрыми. Каждому члену экипажа выделили отдельный люк. Начиная с крайнего левого, люки заряжающего, водителя, наводчика, командира, передний правый, и второго заряжающего справа сзади, вот здесь. У большинства членов экипажа также были вращающиеся перископы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова